В плакатных текстах довольно серьезные обобщения. Люди увязывают свою долю с достижениями российского спорта и космическими проблемами страны. Здесь еще один нырок в политические глубины. Когда она поможет нам? Дольщики и заводчане с чистой совестью могут говорить «мы». Многие из автокрановцев в свое время взяли кредиты и купили нелегкую долю в домах ДСК. Кредит, как правило, сторонний. Ипотеку под покупку еще не построенного жилья не дают. Эффекты от прежних акций дольщики не видели, но останавливаться не собираются. Какой-то звоночек все-таки, наверное, окажет влияние на нашу Ивановскую думу и на его председателя. Если мы будем вообще бездействовать и никуда не обращаться, думаю, что нельзя будет вообще. Тогда вообще про нас забудут, если мы не будем посещать вот эти митинги и пикеты. Сдаваться не собираются и заводчане. Тем более, что видимые действия приносят хотя бы моральное удовлетворение, говорят пикетчики. В отличие от обращений и писем. Например, в администрации президента автокрановцев отфутболили с их письмом. Нам его вернули, что это не в компетенции Кремля, то есть это на уровне областного правительства. То есть с этим разбираться, я так понял, никто не хочет, не помогать, ничего. Людям уже практически не на что купить еды просто, не говоря уже про то, что заплатить за квартиру. Долг предприятия перед своими сотрудниками превысил полтораста миллионов рублей. Дольщики остаются без квартир и с невыплаченными кредитами. Депутатов сегодня вызывали хоровыми кричалками, пели гимн России. Никто не вышел. Впрочем, позиция депутатов уже звучала. Я думаю, поводов стучать по кастрюлям не будет. У всех у нас будет повод чуть более интенсивно работать. Сергей Хохов, Кирилл Маршов, программа «Губерния».